МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире очередной. В следующем выпуске мы решили затронуть весьма актуальную для послевоенного восстановления освобожденных от оккупации территорий тему. Это тема очистки от мин и не разорвавшихся боеприпасов. Говорят, война не закончилась до тех пор, пока не похоронен последний из погибших на ней. Если исходить из этой мысли, то сегодняшняя наша тема важна вдвойне. Территориальная целостность нашей страны восстановлена. Война завершилась, а боевые действия уже не ведутся. Но война все еще пожинает время от времени свой урожай в виде жертв мин и не разорвавшихся боеприпасов. Кроме того, скорейшее восстановление освобожденных территорий, как известно, важно не само по себе, а для возвращения в эти места беженцев и для полноценной социально-экономической жизни. Что невозможно, если не обеспечена безопасность. По совокупным данным различных государственных и международных гуманитарных организаций, за последние 30 лет жертвами минного террора, учененного Арменией на территории Азербайджана, стало более 3400 человек. Самое страшное, что эта цифра продолжает расти с каждым днем. Несмотря на то, что данной проблемой занимаются сразу несколько аффилированных структур, в том числе и инженерные подразделения вооруженных сил Азербайджана и МЧС, объемы минирования территорий страны со стороны оккупационного контингента вооруженных сил Армении настолько велики, что теоретические сроки полного завершения работ в данном направлении составляют с десяток лет. Это время, которое замедляют неразорвавшиеся боеприпасы и всевозможные самодельные взрывные устройства, заложенные армянскими сепаратистами в населенных пунктах. Процесс разминирования усложняет не только сложный рельеф местности по всей бывшей линии соприкосновения, где оккупационный контингент устанавливал мины и огромное количество комбинированных взрывных устройств с использованием артиллерийских боеприпасов, но и сокрытие их учета и систематизации. На многочисленные призывы азербайджанской страны предоставить карты минных полей для оккупированных территорий Армения до сих пор не может дать прямого и внятного ответа. То часть переданной документации лишь частично соответствует реалиям, так сказать, 50 на 50, то какие-то формуляры обнаруживаются лишь спустя три с лишним года после подписания соглашения о прекращении огня. Как, например, восемь карт, случайно, так сказать, найденных, Службой национальной безопасности Армении после инцидента 21 января, когда в освобожденном Агдаме на мине пострадал очередной гражданский. Отдельное внимание следует уделить тому факту, что даже после окончания 44-дневной войны армянская страна активно переправляла на территорию Азербайджана мины собственного производства. Найденные в зоне ответственности РМК и на линии все еще не делимитированные границы Азербайджана с Арменией противопехотные ПМН-1Э 2021 года производства, являющиеся тому доказательством. В нашем сегодняшнем выпуске мы сделали акцент на зарубежном опыте проектов очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов в рамках постконфликтного восстановления. И гостем нашего сегодняшнего выпуска будет Эмиль Гасанов, эксперт в области международной безопасности, имеющий опыт участия в такого рода проектах в странах Африки, на Балканах и на Ближнем Востоке, являющийся также членом общественного совета при Национальном агентстве по очистке территорий от мин. Добро пожаловать в полигон «Эмиль Гасанов». Спасибо. Эмиль Гасанов, начнем с такого вопроса. Мы часто говорим во время обсуждений на эту тему, что наиболее загрязненные участки, если речь идет о минах и неразорвавшихся боеприпасах, это, конечно же, бывшая линия соприкосновения, так называемая. И иногда называются такие сроки, что нам, возможно, даже до 10 лет, там, может, больше потребуется, чтобы полностью эти территории очистить. Если я поставлю вопрос, сколько мы сделали до сих пор и сколько еще осталось, состояли ли мы ответить на этот вопрос точно? Азербайджан проводит гуманитарную очистку. Вы знаете, что военная очистка совсем другая, гуманитарная – это совсем другой процесс. Я могу сказать одно, что Азербайджан все проводит по международным стандартам, по ООНовским. Естественно, это нелегкая работа, это 99%. И копейками, да, то есть 20% и немножко ближе к 100%, но не 100%. Я думаю, официальный источник вам скажет цифру, дату, когда это зависит от бюджета, погодных условий, рельефа местности. То есть все это оказывает влияние на сроки? Естественно, на сроки, на цену. Когда мы говорим чистить в горной местности, это одно, низменная местность, погодные условия. Там несколько очень важных факторов, которые, да, вкупе мы можем сказать. Но могу сказать вам одно, что Азербайджан, ну, как и человек, работающий долгое время вне Азербайджана, а за границей, то есть в ряде стран, проводит все в рамках международных стандартов. Это проводится, это хорошая школа. Что подразумевается под стандартами? То есть есть какие-то процедуры, правила? Есть АИМАС, International National Standards, это есть военная чистка, скажем, военная чистка НАТО до этого 87% в среднем, даже натовские. Хотя АИМАС тоже вкупе был взят из НАТО. Это первый процесс, который начался в 90-м году после вывода советских войск из Афганистана. То есть гуманитарно разменение берет свои концы, свое начало из Афганистана. То есть это НАТО адаптировано по стандарту ЮН. То есть там есть стандарты чистки, проверка качества, оценка территории, сервей, проверка техническая, нетехническая. То есть работа рассчитана на то, что энд-юзер, как мы говорим, в конце это передается гражданскому населению. То есть там ЮН подходит, ну международная сообщество подходит к этому не просто чистка для чистки. То есть потом возвращаются вынужденные переселенцы, беженцы, начинается развитие инфраструктуры. То есть процесс не одноэтапный, процесс состоит из нескольких этапов. Очистка, это как строительство, очистка, потом заселение, потом проведение ряда экономических мероприятий. То есть это процесс сам по себе емкий и очень ответственный. Вот вы затронули уже тему международного опыта, который у вас имеется. И вы в принципе являетесь экспертом по международной безопасности, если идет о разминировании и так далее. У вас, если не ошибаюсь, опыт на Балканах, в странах Африки и так далее. Вот буквально на прошлой неделе, совсем недавно, государственное агентство Азербайджана по разминированию заключило соглашение с Краевистом Саудовской Аравии. Да. О сотрудничестве. И СМИ сообщали об этом событии. Вот такого рода сотрудничество, насколько это ускоряет и насколько облегчает нашу работу? Скажем, Азербайджан имеет потенциал, который он может дать. В плане сотрудничества финансового вливания в Азербайджан, да, это ускоряет нашу работу, то есть партнерство это ускоряет, это определенный подход к проблеме. Но Азербайджан это страна, которая может поделиться своим опытом. То есть в Азербайджане хорошая школа разминирования гуманитарного, потому что, вы знаете, агентство было создано в 1998 году указом товарища президента Гидра Алиева по стратегическому ходу. Это агентство гуманитарно и цивильно, оно не является частью структур обороны, скажем, чрезвычайной ситуации, естественно, внутренних дел, как в ряде стран. То есть сама по себе структура идеальна, то есть мало таких структуров, которые являются независимыми. Полностью гражданская структура, которая обеспечивает транспаратность, там нет элемента конфликта и интереса. То есть в ряде стран-доноров в регионе есть система, еще есть страна, которая, скажем, оборону закладывает, она сама же чистит. Ну вот что дает такого рода соглашение? Соглашение дает показывать транспаратность опыта партнеров, что Азербайджан имеет определенное кредитическое кредобилоте, то есть он имеет статус, когда опыт Азербайджана хотят перенять. А вот тот опыт, который вы, например, ну самый яркий опыт, который имеется в вашем распоряжении, я думаю, это опыт Югославской войны, да? Балканы, да. Балканы, потому что, во-первых, схожие конфликты, схожий рельеф, даже мины схожие. То есть закладка, даже мины... Поподробнее об этом, если можно. Скажем, Югославские мины, в принципе, они схожи с советскими минами, да, то есть постсоветскими, советскими. Процесс, даже закладский мин, он проходил больше в системе, ну, вы знаете, есть система НАТО, есть система советская, закладский мин. То есть сам по себе процесс близок, и, естественно, рельеф, и, помимо того, и много общего в плане политических проблем, схожих. Ментальности, наверное. Подход доноров, подход стран пятерки, ЮН, скажем, подход к решению политических проблем, то есть, и, естественно, ментальный подход к созданию потенциала по разминированию, да, то есть, естественно, учитывается уровень образования в стране, уровень инфраструктуры страны для проведения работ более эффективно. Ну, раз уж мы подошли к таким темам, как технические характеристики вот этих взрывных устройств, вы, например, сказали, что у вас опыт Югославии, вы сталкивались с теми же, в принципе, взрывными устройствами, минами и так далее, которые сейчас АНАМА, государственное агентство, находит на освобожденных территориях. Вот это разнообразие, оно бывает, как бы, стандартным, а бывают еще определенные, ну, в нехорошем смысле, в плохом смысле этого слова, сюрпризы, когда вы можете увидеть устройство, которое, например, рассчитано на, ну, это по факту долгосрочное взрывное устройство, оно может сработать через несколько лет, или это сложное взрывное устройство, которое невозможно разминировать стандартными, Оно состоит из нескольких компонентов. Там может быть противотанковая мина, на ней несколько противоходных мин, гранат и так далее. И мы видели в принципе несколько раз на освобожденных территориях. Насколько важен международный опыт в работе с такого рода, скажем, сюрпризами? Ну, Азербайджан когда-то создавал программу в 90-х, начало 2000-х. Естественно, был принят опыт и Балкан, потому что в Азербайджане также работали и босницы, и работники госдепартамента США, то есть ЮЭН, и, скажем так же, и МАК, и сейчас находятся в Азербайджане. Естественно, с учетом потенциала Азербайджана, они сделали очень быструю и хорошую работу в тандеме с донорами. Да, есть два типа проблем. То, что это ловушки, то, что закладка мин в плане ловушек. Вторая проблема – бессистемная закладка мин. С армянской стороны, в чем проблема? Проблема того, что армяне передают нам карты, заложения мин. Или ряд карт не отвечает тем требованиям, которые… То есть и в закладке есть свои стандарты, как закладываются мины – пехотные, танковые. Второй вопрос, если это называется «патверд, но он подтвердит Майнфилд». Это один нюанс. Да, и ловушки, то есть гранаты, танковые мины заложены под другие сюрпризы. Есть вторая проблема, которая ждет нас, и обычно Анамо, я думаю, что справляется это очень хорошо. Скажем, Сараево, да, город Босния. Проблема – боишься в Сараево. То есть, естественно, каждая квартира имела свои сюрпризы, да, и права закладивайся. То есть импровизированные вещества, то есть двери, телефоны, окна, то есть очистка городов. Ловушки. Ловушки. Естественно, эти нюансы, которые Азербайджан также перенял, но, естественно, это самый сложный процесс проведения работы, потому что это происходит в жилых кварталах. То есть, когда, естественно, враг оставляет свои объекты. Механизация работы невозможна. Естественно, это, то есть там нужна антилогика, да, то есть, естественно, понимаешь, что входить через дверь не нужно. То есть, телефон, лежащие предметы. То есть, этот факт самый сложный. Как оценивается эффективность работы такого рода агентств, такого рода проектов? Это количество обезвреженных мин и боеприпасов? Это квадраты километров очищенных? Или это... Есть еще один вопрос. Есть же еще другая сторона темы. Утилизация всего этого. То есть, как оценивается успешность утилизации? То есть, тоннами нейтрализованного взрывчатки, взрывчатых веществ и так далее. Вообще, как это в международном опыте у нас? Я хочу сказать, что очень важная тема, которая сейчас обсуждается последнее. Здесь стало как бы глобальной проблемой. То есть, проблема окружающей среды, да, то есть, мины, проблемы... Вопрос, оценка работ, естественно, количества инцидентов на очищенных территориях. То есть, это все сертифицируется. Если мы говорим о гражданском размере, то происходит процесс, когда в конце это все сертифицируется, что ноль мин, гражданских веществ, и передается место инцидентов. То есть, оказана услуга и... Естественно, количества инцидентов, если инцидентов там нет, это первый фактор, что очищено правильно. Второй вопрос, оценка цены потраченной на российское изминирование. Почему это стоит? Потому что, к сожалению, Азербайджан основную сумму покрывает сам. То есть, доноры, да, участвуют страны, доноры, правительство Великобритании, ЮН, Европейский Союз, все одно, основную сумму покрывает Азербайджан. Потому что другая сторона не передает нам карты в нужном. Естественно, процесс, когда идет очистка на местах, где нет карт, это намного дорогое удовольствие. При подсчете успешности проектов, подсчитывается ли человеческая цена? То есть, люди, которые заплатили жизнью за то, чтобы... Естественно. То есть, мы когда говорим о человеческом факторе, как мы занимаемся гуманитарно, это процесс жертв, гражданское население. Проблема в Азербайджане, мины не были заложены на той границе. Они были заложены в местах, где жили и будут жить гражданские лица. То есть, весь ужас и, скажем, в элементах, в нюансах международного права, это международное уголовное преступление. Вторая проблема является, скажем, смещение мин, минных полей, потому что селевые потоки, природные условия меняются. Вот об этих факторах можно поподробнее рассказать? Селевые потоки, что еще? То есть, заложенные мины с гор с селевым могут менять направление, могут менять место дислокации. То есть, процесс погодных условий также влияет. Скажем, если обильные дождевые процессы, то это все влияет на цену и на все это. Эмили Беря, последний вопрос. Я не могу его не затронуть. Опять-таки, наши зрители часто спрашивают о технической стороне. Особенности те, которые наблюдают за новшествами в области, ну, прогресс в области очистки от мин техническом. В плане, вот какие новые устройства, в том числе и дистанционно управляемые устройства, роботы и прочее используются. И наша команда неоднократно была на освобожденных территориях. Мы видели очень интересные модели. Мы видели европейские модели, турецкие. Какие еще множества играют важную роль для того, чтобы, подведем итог беседы, снизить затраты и увеличить максимальную скорость и объем очищаемых территорий? Многшеств очень много. То есть, я помню, Subaru предложил одну машину, которая скандировала на 100 нескольких миллионов долларов. Речь идет о японской компании Subaru. Так точно. Это не реклама. Вопрос, что, насколько это, где-то, где-то апплика был. То есть, стоит ли играть свечи. Суммы и стоит ли того? Такие суммы. Вопрос, что, опять возвращаемся к испытанным методам. То есть, да, Азербайджан внедряет инновационные методы. Скажем, механика, дистанционно управляемые механики, детекторы, естественно, покупаем самые лучшие. Я не хочу называть, чтобы не было рекламы. То есть, механика, цепь ее, телер-систем, флейл-систем. Это западное оборудование. Это западное оборудование. Сейчас Азербайджан тоже стал производить. Это система, индустриальная система. Естественно, мы используем и собаки, и производим самый эффективный метод. Сейчас вот завезли недавно транзионистских крыс. У нас есть центры подготовки, в принципе, этих животных. Одно время потенциал создавался по линии Госдепа США в рамках программы ООН. Естественно, я помню, в 2000-х годах, начало, что это были босницы. То есть, так как мы сказали, что есть культурный флейвер. То есть, это были эксперты, которые помогали? Которые были по линии Госдепа, по линии ООН, проезд в Азербайджан, проезд в Азербайджан, создавая потенциал собак в Азербайджане. То есть, я не хочу говорить, что это лучшая программа. Да, она лучшая программа, но еще не было, чтобы реклама с моей стороны. Но сейчас уже есть у нас собственный опыт. Поэтому, еще и инновации в Азербайджане используются. Вопрос, насколько эти инновации будут адаптированы в плане финансов. Потому что, как мы с вами обсудили, что каждый квадратный метр имеет свою цену. То есть, это должно стоить недорого, но эффективно. Но зато, тем богаче будет наш собственный опыт. Эмиль Бай, спасибо за сегодняшнюю беседу. Спасибо за то, что вы пришли сегодня. И надеемся почаще видеть вас на нашем проекте. И думаю, что нашим зрителям понравится то, что мы сегодня с вами здесь обсуждали. Спасибо большое за то, что вы взаимодействуете. Спасибо. Очередным гостем нашего сегодняшнего выпуска является, возможно, уже известный для многих из вас украинский военный эксперт Владимир Копчак. Приветствую, уважаемые зрители. Рад встрече в новом формате. Можно сказать, что, к сожалению, но тем не менее, наверное, тяжело найти на данном этапе более адекватную, более естественную, более природную тему или направление сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, чем гуманитарное разминирование. Это, скажем так, этот момент на поверхности. Объективная реальность также состоит в том, что Украина на данный момент и, можно говорить, годами или десятилетиями, будет обладать наиболее масштабными территориями, которые нам предстоит еще очистить от мин. Разные эксперты говорят, что этот вопрос займет десятилетия. Также не стоит забывать о том, что Украина в специфике нынешней фазы противостояния с Россией, она сама минирует часть собственных территорий на потенциальных участках фронта, в участках наступления врагов. На данном этапе, скажем так, говорить об объемах, говорить о некой системе, на мой взгляд, пока рано. В то же время, что касается помощи, позиции Азербайджана, Азербайджан уже на данном этапе, мы не будем забывать, скажем так, специфическую, назовем ее так, политическую или внешнеполитическую конъюнктуру вокруг Азербайджана и для Азербайджана. В рамках своей гуманитарной помощи Украины, за что Киев очень признателен Баку, Азербайджан присоединился к уже достаточной, скажем так, широкой географии или линейке стран, которые поставляют технику гуманитарного разминирования уже на данном этапе. Речь идет о поставке, если я не ошибаюсь, машины Ревайвл, Ревайвл-Пи, которая государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, ее специалисты уже, скажем так, изучают данную технику, проводится соответствующая подготовка, и в ближайшем будущем эти машины будут использоваться на деоккупированных территориях Украины по назначению. Более природных, скажем так, партнеров, к сожалению, опять же, на данном направлении, чем гуманитарное разминирование между Киевом и Упоку сложно себе придумать. И на данный момент уже закладывается некий базис дальнейшего сотрудничества в данном очень важном сегменте. На этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Надеемся, что наша сегодняшняя тема была для вас интересной. Подключайтесь к обсуждению выпуска в социальных сетях. Ваши комментарии важны для нас. А пока мы прощаемся с вами. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин